Норвегия, последний оплот коммунизма в Европе. Подобно ледорубу мы прорубили себе окно в Шотландию. Однако это лишь первый шаг на пути к соединению пролетария всей страны. В удивительные времена живём, вот только Франция владела половиной Британии, как тут же она становится свободной. Да уж француза Жанна Д'Арк явно ищет место в новом гробу. Увы, но она не может сновь разбить часы, чтобы продлить себе жизнь. Мы видели многое, раз за разом переписывая страницы истории. Однако Польша, получившая контроль над Либерии, это явно что-то новенькое. Итак, Британия вновь свободна от эго французских оккупантов. А это значит, что у нас появляется уникальная возможность получить контроль над всей владычицей морей. Как знать, быть может Норвегия через пару лет уйдёт в забвение. А быть может ей суждено стать оплотом промышленной революции по всему миру. Безусловно, важно владеть морями. Но куда важнее владеть сердцами и умами. Один раз взяв в руки серп и молот, ты навсегда прозреешь и поймёшь, как куётся сталь. Самое время присоединиться к Коминтерну и положить все жизни наших бойцов на алтарь победы. Мы продолжаем строительство новой независимой Норвегии, свободной от капиталистического ига. В стране начинаются процессы коллективизации общества. Мобилизация всех отраслей промышленности идёт исключительно на военные рельсы. Разумеется, львиная доля наших ресурсов идёт на поддержку контроля недавно оккупированных земель. Однако со временем эти люди познают прелести коммунизма и станут под наши красные знамёна. В один непробиваемый редут. Итак, нашу страну ждут масштабные преобразования как в производстве, так и в экономике. Простым гражданам будет предложено затянуть пояса потуже, поскольку мы сокращаем производство товаров народного потребления. Ну а саму Херсов Айрон 4, а также в ворах дополнений к ней можно купить на Кейсфор Геймерс. Это площадка с просто бесчисленным количеством товаров. Здесь можно пополнить аккаунт буквально на любой платформе. Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo и даже BottleNet. Можно покупать как уже вышедшие игры, так и делать предзаказы. Гифты, игровая валюта и софт также в наличии. Но если вам просто нужно пополнить баланс Steam, переходите в раздел «Карт пополнения». Кстати говоря, помимо этого, в этом разделе можно купить подписку на PlayStation или Game Pass. Благодаря большому количеству продавцов на площадке есть достойная конкуренция, и можно подобрать для себя наиболее выгодное предложение. С оплатой также нет никаких проблем, ведь все транзакции защищены и обрабатываются внешним платёжным провайдером. И очень хорошо, что на сайте есть поддержка как Киви, так и карты Мир. Это, безусловно, самые популярные методы оплаты в нашей стране. А если хотите ещё немного сэкономить, то по промокоду «Маловар» вас ждёт скидочка в 10%. Ссылочки, как обычно, в описании. Так, ребятушки, а тут что-то новенькое. Воинственная Польша, покорившая Либерию, уступает Данциг Германии. Да уж, воистину, в смутные времена живём, товарищи. Ну да ничего, самое время не исправить сложившуюся ситуацию и выбить буржуев из их промышленных центров. Шотландскую землю мы уже дали крестьянам. Самое время выполнить наши обязательства перед рабочими. И да, на данный момент нам не хватит сил для того, чтобы идти в ожесточённое наступление. Однако мы вполне себе способны измотать Британию. Да уж, чем-то Норвегия похожа на Российскую империю. Пётр Первый звал специалистов со всех уголков мира для того, чтобы Россия получила один из самых сильнейших флотов в Европе. Мы просто отжали его у англичан во время мирных переговоров. Собственно, на данный момент по кораблям у нас паритет. И хоть на фронте успехи по большей части незначительные, мы всё же неплохо удерживаем линию фронта. К сожалению, в этой войне народ Норвегии больше надеялся на помощь товарища Сталина. У нас слишком мало солдат для того, чтобы воевать на два фронта. К сожалению, нам пришлось перебросить четыре дивизии на север. Что же касается авиации, то, по-моему, у нас всё очень и очень неплохо. Поскольку гражданская война в Советском Союзе закончилась, товарищ Сталин сможет выделить дополнительные ресурсы для поддержки нашего наступления. Пока противник предпринимает попытки наступления на шотландские территории и высаживает туда большую часть своей армии, мы попытаемся пробиться в центральной части страны. Мы заняли Манчестер и Ливерпуль. Важные промышленные центры. Однако на данный момент Норвегия находится в довольно патовой ситуации. Мы можем наступать на юг, но практически не в состоянии оборонять наши северные территории. Благо, нам удается реализовать неплохой прорыв в Бирмингем. Таким образом, англичане теряют большое количество производственных мощностей, а их группировка в Уэльсе оказывается заперта в окружении. Пока что нам удалось достичь определенного успеха, мы разделяем наступления на удобных для нас фронтах. Все знают, что их ждет тяжелая работа. Подразделения на севере в ожесточенной обороне сметают противника. У французов, судя по всему, начинает заканчиваться пехотное вооружение. Мы же на данный момент более озабочены стабилизацией линии фронта. Самое время поднять производительность гидроэлектростанций, увеличить выработку алюминия и начать развертывание новых авиакрыльев. Если мы сможем одержать победу над англичанами, эта страна превратится в нового мирового гегемона. Однако, если взглянуть на нашу армию и авиацию, об этом не скажешь. Мы продолжаем массово закупаться нефти у наших союзников, однако этого по-прежнему не хватает для того, чтобы обеспечить потребности регулярной армии. Самое время разбрасывать камни и идти на риски. Еще одно предполагаемое окружение удается реализовать, однако на этом направлении у нас слишком мало подразделений. Будем надеяться, что их окажется достаточным для того, чтобы прорвать вражескую оборону. А как вы видите, нам удается реализовать небольшой микрокотел, который в ближайшее время будет уничтожен. А вот и конница животворящая, советская дивизия, изрядно истощенная, присоединяется к нашему наступлению. Вот оно, вся Коминтернская рать готова пройти победным маршем от Лондона до Парижа. Мексиканская Советская Республика разберется с Гватемалой, а вот француз это конечно противник более серьезный. Так, пока я был занят ликвидацией микрокотлов, мы с вами потеряли парочку дивизий. Эти войны стойко сопротивлялись сяготам и невзгодам и ждали подкреплений до самого конца. К сожалению, так бывает, для того, чтобы выиграть войну, приходится проиграть всего одну битву. Сегодня наши враги познали страх, а мы в очередной раз показали ведущим европейским державам о том, что у мировой революции есть все шансы на победу. А, час отчису не легче, казалось бы, вот оно, мы уже победили. В стране осталось лишь несколько французских дивизий, которые мы в ближайшее время сотрем с лица земли. Так тут же эти паразиты, наглухо проигрывающие итальянцам свой фронт, решают высадить сюда половину своей армии. А, не, все нормально, судя по всему, это английские войска в изгнании. Ладно, куда наша не забиралась, уж тут мы точно справимся. Самое время ненадолго взглянуть на потери. Если честно, ситуация здесь не так уж-то ужасает. Французы, потерявшие порядка 86 тысяч, безоговорочно капитулировали. Те немногие британские союзники, которые остались у нее под знаменами, с таким количеством дивизий долго не протянут. Ну и сама Британия потеряла порядка 308 тысяч человек. По большей части Британия, конечно же, убивалась о нашей оборонительной редуты, но кого волнуют такие мелочи? Итак, противостояние с англичанами показало некоторую несостоятельность норвежской армии. Являясь столь огромной по меркам прошлого страной, у нас уже должно быть по меньшей мере несколько армий. Следующей нашей целью станет поднятие профессионализма, а также, безусловно, получение контроля над самыми выгодными для нас областями. Давайте смотреть правде в глаза, мы по-прежнему еще слишком малы. Во всяком случае, для того, чтобы иметь огромное количество отдаленных колоний. Однако свое место под Мадагаскарским солнцем и в Индокитае нашлось и для нас. И знаете, что еще удивительно? Италия без Муссолини смогла исполнить все его влажные мечты и мечты в сеть тех, кто был до него. Неужели только одному мне кажется, что им будет слишком много? Одно я могу сказать уверенностью. Британия правила морями, а мы будем править всем миром. Спасибо всем, кто смотрел, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пожалуйста, поддержите этот видос лайком, подпиской и колокольчиком, потому что последнее время алгоритмы Ютуба совсем озверели и не позволяют нам пробиться через толпу буржуев, захвативших нашу любимую площадку. Срочно продаем кошка-жен и покупаем винтовки. Ведь нас с вами ждет еще не так уж и мало славных битв.